В этом ролике вы увидите, как можно в домашних условиях, ну дачной мастерской, там частного дома мастерской, заточить ножи на фуговальный станок. Но это станок самодельный, он называется фуговально-циркулярный токарный станок. Здесь три в одном. Он разбирается, можно добавить токарный, но о нем можно просто прочесть статью мою, я ссылку оставлю в описании под видео, кому интересно, историю этого станка, как он делался. Так что зайдете, посмотрите, я рассказывать сейчас не буду о нем. А самое главное, вот как можно заточить ножи. Ну, понимаете, это сложная штука. Должен быть шлифовальный станок, если все по уму делать, да? Все до миллиметрика, до микрончика, все зашлифовать, заточить, чтобы было идеально. Но я вот вышел из положения в домашних условиях, вернее, в дачных условиях. Вот так получилась у меня заточка. Короче, вы все это в видео увидите. Да, видео будет длинное, но здесь споры идут, длинное или короткое. Так что прокомментируйте, кому как, длинное или короткое. Мне это тоже интересно. Так что всем приятного просмотра и комментируйте. Вы смотрите канал Дедовский метод. Всем отличного здоровья и прекраснейшего настроения. Когда-то я обращался к столярам профессиональным. Нужно было бэушную доску прострогать и попилить. Они наотрез отказались. Сказали, нет, бэушные мы не строгаем и не пилим. А дело в том, что вот сейчас вам покажу, что такое бэушные. Поймал я или саморезик, или гвоздик на чем-то бэушном. Ну, тут как бы снова моя вина. Нужно смотреть, внимательным быть. Почему столяра и отказались? Вот здесь получилась сильная зазубринка. Я думаю, видно, да? Вот это вот она. Ну, сейчас я ее сниму, нож. Решил я затачивать ножи. Ну, как затачивать? Поправить. Вот эту тему я уже не поправлю. Потому что там нужно на шлифовку его отдавать конкретно. Но эти ножи обоюдоострые. Вот, смотрите. Вот какой нож. Он на обе стороны. Ну, нужно вот эту поправить. А вот эта сама зазубрина. И она дает очень сильный след. Видно, саморез, наверное, попался. Сейчас снимаю. И здесь тоже самое. Вот так вот. Ну, для нормальных столярных работ это, сами понимаете, не годится. Да и так даже попугать тосточку и то это не есть гуд. Так что приступаю. Вот сейчас попробую все это не это устранить, а новый нож обратную сторону подправить. Есть у меня вот такая ленточная. И вот так ее можно крепить, а такими струбцинами прямо к верстаку. Стоит устойчиво, нормально. То есть не нужно никаких приспособ делать. Но струбцины не от нее, а от электропилы, ручной, ребер. Ее уже нету длинным-давно. Но остался еще вот такой запчасти, вот такие от электрорубанка, которым я пользуюсь до сих пор. И ножи есть запасные. И вот такая приспособка есть. Вот такая штука. Для правки и заточки ножей. именно тех. Ну, какая разница. Попробую вот эти ножи. Вот я сейчас хочу, чтобы здесь ничего не мудрить. В принципе, потом, позже, может что-то придумаю. Какой-то упор вот такой сделать под правильным углом. Вот так вот. И пробовать по этой плоскости затачивать. Но именно вот эти сбоины, вот эти сильные. А с этим сейчас поработаем. Так сказать, дедовским методом вручную попробуем. К этому и приступлю. Так объяснил, что я хочу. Взял я со своего самодельного станка вот такую плиту. Но это не задействована плита давным-давно. Смотрите, в каком она состоянии. Чуть-чуть пошкурил. Но самое главное, она фрезерованная. Так видно, вот видите. Все идеально. Что мне и нужно. Так что к ней буду крепить наждачку. Так. Вот такая наждачка. 320. Потому что у меня там более-менее нормально. Берем вот так, заворачиваем. берем струбцинки. Вот так вот. Ну, по длине хватит пока. Так. Теперь нужно вставлять нож. Один и второй. Вот так вот. Один. И я вижу, здесь заточка будет чуть-чуть отличаться. Так. Второй. Вот примерно их по центру ставлю. Так. Выворачиваю. Упор делаю и выворачиваю. Теперь поджимать нужно. Ключик на 13. Оно его раздавливает даже само. Так вот. Здесь как бы нужно не спешить, а сделать все четко. Так. Смотрим. здесь стало хорошо, здесь стало не очень. Теперь проверить как так еще нужно. Вот. Я вижу угол совершенно другой у меня, чем в этом приспособлении. Ладно. Сейчас буду выставлять тщательно. Кстати. Вот классная вещь. вот такие прищепы, прижимы, струбцины и так дальше и тому подобное. И о них напишу статью. А статью можно будет прочесть ссылка в описании под видео. Там есть другие мои статьи об инструменте. Можно почитать, кому интересно. Но вот это у меня уже тема будет также задействована, потому что очень очень удобная вещь. Смотрите. Наждачку закрепил, эти закрепил. Смотрю, вот. Все супер. Теперь ключиком просто поджимаю потихонечку. Вот так. Все зафиксировал. Вообще отлично. Вообще супер. Ну, чуть-чуть снимать пяточка придется, но это не критично уже. Так что вот так я подготовил. Еще раз подожму. Все уже. Их теперь снимаю. Видите, как оно удобно? Я сразу зафиксировал и все. Это такой инструмент должен быть у каждого домашнего мастера. Вот даже для таких вещей. Так, качается. Стоп. Значит, у меня пластина ровная. здесь я в упор все выставил. Значит, сама приспособа чуть-чуть не камильфу. Но это поправимо. Сейчас можно довести до совершенства. Продолжу. Не на камеру не занимать время. Так, сейчас продемонстрирую. Смотрите. Все. Люфта нету. пятку берет. Снимать придется много. Для этого желательно наждачку иметь крупного номера. У меня такой к сожалению нет и крупного. Но ничего. В таких случаях, я говорю, с тюрьмы убегают ножовочным полотном, филят решетки. во всяком случае, когда-то фильмы так показывали. Тем не менее, упорство и труд все перетрут. Ну вот, пошло сниматься. И снимается в принципе нормально. Вот эту пятку можно доработать. продолжу, не на камеру. Подумал. Смотрите, много все-таки снимать. Я бы вручную снял его. Если наждачка была чуть-чуть крупнее, а так 320 долго. Сейчас сюда поставил новую 80 и на вот этой машинке сейчас буду снимать вот эти пяточки. Потому что видите, много нужно снимать. пяточки. 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 Продолжение следует... 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 классно что есть такой столик для сварщиков сделал он выше на столе было бы чуть-чуть неудобно ну вообще все идеально вот здесь чуть-чуть но кромка острая это уже как бы выбрано я думаю видно да вот здесь ну еще минут 20 и все будет окей так закончил на той наждачки сейчас поставил вообще миленькую если она есть номер здесь 1000 его вон а как тысяч на раковины убить там маленькие все ритвенки зеркало сделать если получится но получится а ну посмотрим но вот здесь идеально идеально вот здесь да не показываю извиняюсь вот здесь есть ритвенки видите но вот здесь уже зеркало здесь ритвенки большие поработаю чуток то есть я уже вышел вывел на уровень чуть поработаю так потому что нулю тысячной конечно раковинки убрать тяжело надо было еще на 320 за такой забитой еще надо было потерять так так вот идеально ровно получилось получается они были также шлифованы не очень вот в таком плане сейчас еще поработаю так все закончил получилось вообще хорошо зеркало есть все есть супер теперь так вот сейчас покажу какая разница в градусах заметно или нет вот старый новый градус и старый так на глаз даже не определить да нужно бы взять бы угломер и померять разница большая или нет теперь на вот этой наждачке так аккуратненько аккуратненько теперь с ножами так пройти чуть-чуть так так вообще отлично все ну эту сторону можно чуток так все таки так все таки так все таки разница но не важно факт что я его сделал теперь под свою приспособу и буду теперь вот так себе затачивать ножи вот так себе затачивать ножи штуки убирать да это нужно теперь только точно на машинке на своей ленточной также в приспособе снимать и снимать основательно полностью сейчас этим заниматься не буду сейчас установлю ножи и опробую так ножи готовы теперь нужно их установить устанавливать буду вот таким способом линейку ставлю линейка это как база она ровная эта площадка должна быть выше эта должна быть ниже я взял сделал такой себе шаблончик и вот 0.63 ну в принципе как бы 0.68 0.63 вот этого будет достаточно для стружки то есть 0.6 0.7 стружку снимать вот проверяем здесь так вот так видно будет да здесь становится четко на эту платформу а эту платформу нужно подгонять вот эту платформу пробуем щуп не идет пробуем здесь щуп не идет пробуем здесь вот здесь щуп пошел здесь не хочет Так, пробуем наоборот линейку поставить. Да, щуп не идет, если так вот болтается. Ну все, теперь нужно эту платформу опустить параллельно этой платформе на 0.65 на 0.7, вот так примерно. Для этого у меня есть вот здесь как бы станок самодельный, классный, но вот для регулировки вот это уже проблема. Вот это нужно отпускать и внизу есть еще гайка одна, вот здесь. Там видно, думаю, и ее нужно крутить и вот. Да, резьба здесь мелкая, не помню какой шаг, но мелкая, то есть для регулировки это классно. Чуть-чуть там подкручивать, не так как, допустим, шаг полтора, там чуть-чуть крутнул, уже она упала полностью или поднялась сильно. Но я это показывать не буду, сейчас как бы выставлю эти платформы, а потом уже ножи буду выставлять то же самое по линейке. Так, смотрим, линейка, вернее метр, так ставим здесь, делаем прижим полностью на эту площадку, пробуем щуп. Вот щуп проходит до конца и с трениндж, слышите, так что, то есть контакт такой, как бы, как клапана регулировать. Так, здесь я приложил полностью, пошел здесь то же самое. Вот здесь чуть-чуть люфтит в конце. Так нормально. Теперь здесь, вот тут примыкаем полностью и пошли сюда. Ну вот так вот. 0,7, я думаю, будет здесь. Вот 0,67, если так 0,67. Ну вот где-то до 0,7 будет. То есть для меня как бы попробовать, то можно подрегулировать ниже. Теперь нужно выставить ножи. Ножи теперь буду выставлять вот по этой. Так же сама возьму, даже вот линейка у меня есть, короче, и будем подгонять ножи в эту плоскость. Знаете, я даже не выдержал и не на камеру прострогал, но просто я в шоке. Идеально получается, очень идеально. Вот посмотрите на ножи, как они блестят. Видно, да? Ровненько все. Но сейчас испытаю как бы теперь на камеру и проверим, сколько же берет нож по толщине. Вот там 0,7 должно быть по расчету, да? Сейчас вот эту я уже ее прострогал со всех сторон, со всех четырех. И так на глаз просто прострогал. И все идеально, супер. Сейчас мы ее проверим. Так, смотрим. 29,9. 29,9. Видно, надеюсь, там нет? Вот так вот, 29,9. И здесь 29,8. Ну сейчас вот мы эту стороной строганем. Так. 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 Ну, просто идеально. Я, честно говоря в шоке от такой заточки дедовским методом. Так, штангенциркуль. Меряем. 29,1. Ну и 2, грубо говоря, да, и 9. Ну да, так и получается 0,7. Да, 29,9. Ну, 28,8. Сейчас собьем штангенциркульт. Все правильно. Ну, 29,1. 28,7. А по такой плоскости получается 19,2. 19,0 практически. 19,1. Сейчас мы эту штангу. Смотрите, как классно. Супер. Так. 18,4. 18,35. 18,26. Ну, что я могу сказать? У меня такое снимание такой толщины устраивает вполне. То есть подфуговать, подстрогать там. Все будет отлично. 90 градусов есть. Все есть. Все на этом. Спасибо всем за внимание. С вами был канал Дедовский метод. Вот заточка ножей. Это больная проблема у всех. Меня когда-то раньше просили даже вот найти шлифовщика нормального. Но это было когда еще в советское время. Тогда это делалось. Сейчас это практически невозможно. Есть специалисты. Ну, единицы. И стоит, наверное, будет прилично. Вот таким способом можно все исправить и все сделать. Да, лучше, естественно, иметь еще ленточную шлифовальную, чтобы сгонять эти углы, загонять в новый размер, если вдруг там понадобится. И такое нехитрое приспособление, как я вам показал. Тоже, кстати, с тех времен еще советских. Ну, все. Комментируйте. И до новых встреч.